Здравствуйте! Вы смотрите канал Сад для Души. На календаре 14 ноября. Весь урожай собран, за исключением одного дайкона и редьки. Его я оставляю напоследок, чтобы корнеплоды успели как следует вызреть. Сегодня пришел их черед. Они у меня росли с наступлением первых заморозков под дугами. Были накрыты не тканкой и пленкой. Выдержали, вот видно листва чуть-чуть все-таки прихватилась. Вот она, но это не так страшно. Выдержали минус 15. Были укрыты не тканкой, затем пленкой, затем снова не тканкой и еще раз пленкой. К счастью, чуть-чуть припорошила снежком и за счет этого корнеплоды не пострадали. Показываю, что выросло. Вот такой дайкон вырос. В этом году он меньше, как и весь урожай. В общем-то, видимо, все-таки сказалась погода. Вот он. Дайкон я сажаю сорт Миноваси. Это самый лучший. Вот сейчас я попробую вытащить без лопаты. Вот чуть-чуть все-таки отломился крышечек. Вот такой вот дайкончик вырос. Так, сейчас мы здесь еще выдернем. Вот так, и даже не получается. Надо как-то... Так, сейчас подкопаем. Вот такой вот он. На мой вкус даже лучше, нежнее, чем кальраби. Вот он, да, куша такой. Вот такой тройной с рассветлением. Вот. После уборки я срезаю ботву. Срезаю прям вот, что называется, под корень. Полностью убираю листья. Вот. Вот так. Получается вот такой корнеплод. И укладываю вот в такие обычные пакеты для мусора. Вот так их. А если сильно грязные, можно промыть, но обязательно просушить потом. Иначе оставшаяся влага будет способствовать появлению сырости и загнивать начнет. Будет плохо храниться. Пакет храню на балконе. Открытым, конечно, вот слегка вот так закрываю. Но он открыт, чтобы проветривалось все это. Весь урожай. Храню на балконе, не на полу, а на скамейке. Ставлю в картонную коробку и сверху накрываю коробкой. Если слишком холодно, могу одеялом накрыть. Ну, там же, где и георгин, у меня, в общем-то, все это вместе хранится. Если очень холодно будет, заморозки, то, ну, включить нагреватель будет не лишним. Теперь самое интересное. Кроме дайкона, я сажала вот такую. Вот она. Красная редька это называется. Это не редиска, а не репа японская. Красная редька. Вот она. Видно, что она, видимо, очень вкусная. Вкуснее всего, что росла на этой грядке, потому что она особенно полюбилась слизням. Вот ее повредили. Вот такая выросла редька. Пока не пробовала, а потом расскажу, какая на вкус. Очень самой интересно. А помимо этого, конечно, редька черная. Вот она в этом году вот такая, пегая получилась. Это обязательно. Редька зеленая, но маргелланская. Она еще по-другому называется. Вот такая удалась. Кстати, лучше, чем в прошлом году, вот на удивление. Также храню все вместе в пакете. И сажала новое в этом году, заказывала у чудо-грядки, редька Сакураджима. Это белая редька. Вот смотрите, что из нее получилось. Вот она меня полностью разочаровала в этом году. Смотрите, какая огромнейшая ботва была. Просто огромная. И вот такие корнеплоды совершенно непригодные, видимо, для выращивания в наших условиях. То есть больше ее сеять не буду. Ну, было интересно попробовать, конечно. Вот и все о финальном сборе этой осенью. С вами был канал Сад для души. Светлана Самойлова. Подписывайтесь. Будет интересно и зимой. Я буду дальше выдергивать урожай. А вам желаю удачи.